Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня хотел бы духовно порассуждать на такую тему, как гордость в глазах у Бога. И поводом для этого небольшого видеорассуждения послужило прочтение книги Иисуса, сына Сирахова, это Премудрости, 10 главы, с 14 по 16 стихи, и давайте послушаем, что там говорит нам Бог. Начало гордости – удаление человека от Господа, и отступление сердца его от Творца его. Следующий стих. Ибо начало греха – гордость, и обладающий ею изыргает мерзость. И за это Господь посылает на него страшное наказание, и в конец низлагает его. Итак, гордость, она была тем самым преткновением, которое Ангела Света снизвело у Бога в нем милость, и за его отступничество он был сослан на землю и стал садомой. И сегодня очень многие люди, они повторяют путь, прошедший Ангелом когда-то Света, которому Бог дал массу полномочий, возможностей, талантов, способностей, но который, возгордившись, сказал, что может обойтись без Создателя, без Творца. И поэтому начало гордости – это удаление человека от Бога. И сердце человека тогда начинает отступать, а там, где ценности человека, там и сердце его, или наоборот, где сердце человека, туда приходят и его ценности. И какие они? У всех людей разные. Начало греха – это гордость. Любого греха – это гордость. И это и чего? Годие – гордость. И блуд – гордость. И похоть – гордость. Начало любого греха – это гордость. И обладающий ею изрыгает мерзость. Мерзость не только перед Богом, но и перед другими людьми, потому что люди это замечают. Из-за этого Господь не оставляет безнаказанным никого, и Он посылает страшные наказания. И эти наказания могут быть как в человеческой телесной жизни, так и в духовной. Рассуждая на эту тему, надо понимать, что гордость – это огромная угроза для каждого человека. Но враг, он посылает гордость в результате жизнедеятельности людей из разных, так сказать, своих источников. И люди бывают к этому не готовы. Вся слава принадлежит только Богу, Создателю. А мы – люди Его творения. И поэтому мы должны радоваться чему-то хорошему, что мы можем сделать и послужить во благо других, как и самого себя. Просуждайте вы на эту тему. Я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.